Всем привет! И сегодня мы поговорим о таком актере, как Винсент Клин, который многим запомнился по роли в фильме Киборг. Винсент родился 30 июня 1960 года в Окленде. Отец Винсента, голландец по происхождению, был выслан из Нидерландов в Новую Зеландию за свои нацистские взгляды. Там он познакомился с матерью Винсента, полинезийкой по происхождению, которая имела гавайские, ирландские и маорийские корни. Когда Винсенту исполнилось 4 года, вся семья помимо Клина, в ней было еще двое детей, переехали в Гонолулу, Гавайи, где отец Винсента стал работать в кондитерской. В 8 лет Винсент начал заниматься скейтбордингом, а уже в 13 серфингом. И в том и в другом он преуспел. Уже в начале 80-х годов его называли лучшим серфером Гавайев, и входил он в список 20 лучших серферов мира. Помимо серфинга, Клин также был фотомоделью. Высшего образования Винсент не получил, но зато окончил один из колледжей. В середине 80-х годов Клин участвовал в мировом турне по серфингу, где показал очень высокие результаты и вошел в топ-5 лучших серферов того времени. После этого он переехал в Малибу, штат Калифорния. В середине 90-х годов Винсента арестовывает полиция за хранение наркотиков. Случай получает огласку, и несмотря на то, что после этого инцидента Клин навсегда завязывает с наркотиками, от него отказываются все спонсоры. Тем не менее, актер до сих пор занимается серфингом. Кинодебютом для Клина стала роль главаря шайки пиратов Фендера в боевике Альберта Пьюна «Киборг» 89-го года. Далее был сериал «Спасатели Малибу», в котором кто только не снимался в те годы. И молодой Мамо был, и та же Памела Андерсон, и Кармен Электро, и многие другие, о которых мы еще, может быть, даже вспомним. Следующий полнометражный фильм – это «Красный прибой», в котором Винсент снялся одним из бандитов в шайке Джорджа Клуни. Вот этот фильм, кстати, я не смотрел, надо пересмотреть. В 91-м году выходит фильм «Кикбоксер 2. Дорога назад» с Сашей Митчеллом в главной роли. Потом последовал такой фильм, как «На гребне волны» с Патриком Суэйзи и Киану Ривзом. В этом фильме у Винсента была маленькая роль. Если кто помнит, они с Энтони Кидисом, одним из лидеров группы Red Hot Chili Peppers, начали маленькую такую заваруху на пляже с Киану Ривзом. В 90-е годы Клин сыграл в 18 фильмах, из которых большинство осталось малоизвестными, а также эпизодические роли в сериалах «Приключения Бриска Каунти-младшего», «Детектив Нэш Бриджес», «Те же спасатели Малибу». Из полнометражных это, я бы отметил, такой фильм, как «Немезида» с Оливье Грюнером, «Двойной дракон» с Дакаскасом, «Тот же ночной охотник» с Дондраконом Уилсоном, «Взрыв», если мне не изменять память, это Рутгер Хауэр, в 2002 году снялся в фильме «Воин», и в этом фильме наконец-то Винсент получает главную роль. В 2004 году Винсент Клин снялся в фильме «Макс Разрушитель. Проклятие нефритового дракона». На этом как бы кинокарьера Винсента и заканчивается на сегодняшний день. Возможно, позже будут какие-то проекты, но «Макс Разрушитель» это последний фильм в кинокарьере Винсента Клина. И на русскоязычных сайтах я ничего не нашел о личной жизни Винсента. Там единственное написано, что в настоящее время он живет с женой в Малибу, штат Калифорния. Ни о детях, ни о разводах, если таковые имеются, ничего было не написано. Возможно, где-то кто-то прочитает на англоязычных и дополнит, чему я буду очень рад. А лично для меня Винсент останется Фендером из фильма «Киборг». Я вот даже размышлял и не могу себе представить, кто бы смог его заменить. Понятно, что сыграть должен какой-нибудь массивный актер типа Ральфа Мюллера, кстати, который тоже играл в «Киборге». Можно, конечно, представить Дольфа Лунгрена, но в 89-м году он снялся в «Ангелии тьмы» и «Каратели». Фильмы на тот период тоже довольно-таки неплохие были. А кого бы вы поставили на место Винсента Клина в фильме «Киборг»? Ну, на этом все. Вот он такой Винсент Клин, который запомнился нам в роли Фендера в фильме «Киборг». «Киборг». «Киборг» С будто бы себе не было в фильме «Киборг». Это был это был «Киборг». Крамп и с 아직 miejsce он стал нанимен. Яднусь. Как только это еще нет.